всем привет мои хорошие так сегодня у нас суббота 2 октября я купила себе так и хочу отведать его с вами в машине ой не знаю почему то мне очень сильно ой как вкусно пахнет мне так захотелось такос мексиканцев вот как это все выглядит мексиканское мясо такос стеки и в рот планы мексиканские лепешечки лучок как я это люблю мои хорошие руки у меня чистые только не помыла дезинфекцию сделала протерла его мясо вкуснейшее ну до чего же вкусно я прям наслаждаюсь в каждом каждый кусочек это они мне дали сальсу не знаю буду я эту сальсу вообще-то потому что обычно у них сальса бывает очень острая но я предупредила хорошее блаженство а вот это такая интересная вещь это мексиканская традиционный напиток их не сладко это рис этот напиток делается из риса он такой сладенький такой молочный вкус мне кажется они добавляют молоко туда тоже и как привкус этого как это называется я забыла корицы мне нравится но он более десертным такой сладенький в общем сегодня оставила детей с мужем сама повелась венчбанк открыли счет для тинейджеров для подростков чтобы она с кяшем как с наличкой не не возилась все время чтобы не была своя карта и плюс это как бы учит их уже с раннего возраста как обращаться с деньгами как распоряжаться с деньгами да это очень важно там провела два часа купила и макдональдс оставила ее дома потому что она скоро уедет с подружкой завтра мы поедем в оранж каунте где-то час от нас это тоже возле океана городок там будет будет шоу невероятная обязательно сниму для вас мои хорошие шоу будет air show называется воздушное шоу и там вот самолеты будут вытворять всякие всякие там ну типа как парад самолетов я сама никогда этого не видела мне кажется это будет зрелище очень очень необычно очень красивая вот в общем завтра поедем туда а во вторник вот уже на следующей неделе через три дня мы едем в диснелэнд я так рада я так рада мои хорошие я была в диснелэнде в 2006 году в последний раз вот соответственно с маленькими моими детьми и с джем с джем это будет в первый раз в америке два диснелэнда то есть диснелэнд оригинал самый первый диснелэнд который построили вообще в мире он находится у нас в калифорния в городе анхе он был построен в 1955 году если не ошибаюсь и у нашего диснелэнда два парка то есть диснелэнд есть калифорния адвенчур то есть два парка то есть две разные то есть вы покупаете два разных билета да или туда или сюда или туда и сюда как вам как вам угодно вот многие считают по ошибочно что во флориде это и есть оригинал диснелэнд то есть оригинальный диснелэнд который первый построился многие ошибочно полагают что это во флориде во флориде называется не диснелэнд во флориде диснелэй ворлд то есть мир диснея и он был построен в семьдесят втором году скажу да потому что они вот в этом году 50 лет этому диснелэнду то есть он был построен в семьдесят втором году хотя начал этот проект олдисней сам но увидеть его не мог то есть не смог он умер за пять лет до того как открылся диснелэнд а вот диснелэнд который у нас он открывал сам это вот оригинал диснелэнд он начал проект это была его идея но он этот проект не увидел да и чем отличается диснелэнд диснелэй ворлда диснелэй ворлд который во флориде он огромен то есть по чтобы вы понимали например я так вам скажу диснелэй ворлд поместится 50 таких же диснелэй лэндов как у нас то есть он в 50 раз больше и соответственно у них у нас только два парка диснелэнд и калифорния а во флориде у них 4 парка диснелэй ворлд magic kingdom фантазиланд каждый я не помню уже 4 у них 4 парка в общем 4 парка и соответственно чтобы все там посмотреть вам нужно минимум недели и вы покупаете билеты ну понятное дело на каждый парк отдельно вот в общем поедем мы я жду не дождусь я очень люблю диснелэнд я очень люблю действительно как говорят диснелэнд это самое самое счастливое место на земле apis place on earth так они говорят самое счастливое место на земле я считаю это правда единственное что немножечко омрачает что самое счастливое место на земле она очень-очень дорогое то есть не каждый может себе это еще и позволить если там один человек да но если там семья цена игра огромная все хорошо они все еще держат эту политику с трех лет и меньше дети бесплатно три класса не платят ну что может быть лучше чем так скажите мне не очень то я это хочу такой как томатный сок нет я его хочу но не хочу стакас пока я не разбила лучше сюда поставлю от греха подальше хотела с мамой поехать на суше пригласила ее она мне заявила очень жарко может вечера но в общем дала поехать что не очень-то и хочется пришлось я думаю особо я суши не хотела просто мама моя любит суши поэтому я хотела с ней поехать а так я могу есть это так каждый день для меня лучше этого нету это очень вкусно очень вкусно еще такос такоса врозь это должно быть настоящий это должны быть настоящий мексиканский такос приготовлено мексиканцами здесь у нас есть мексиканская забегаловка они даже на английском не говорят чисто мексиканская один такос стоит 3 доллара 75 центов я купила 4 такоса один дринк за 20 долларов ну нормально суши было бы 150 долларов с мамой минимум с мужем немного повздорили сегодня но не то что повздорили он у меня очень часто без настроения так всегда было у него такой характер просто иногда меня это раздражает потому что я уже говорила да но я например сегодня для ему но я люблю знаете так вот разговаривать общаться не даже не то что разговаривать да разговаривать общаться я люблю и я люблю как бы делиться да вот происходящим то есть я вам что-то рассказывал он говорит например я не успела даже что-то еще закончить это не для того знаете под это постоянно это не даже когда мы встречались он всегда был таким но последнее время это меня начало немножко раздражать алена примерон к нему подхожу вот говорила в бейп и хочу только одну только показатель надо что тот какой-то вопроса дает он такой вот один и данного я не знаю я не знаю я говорю что ты не знаешь говорит ну что ты хотел спросить сегодня например я говорю но кто же не значит ты даже не знаю что я хотел хотелаhop С mercy и ты мне уже говори что ты не знаешь он говорит, окей, окей, что ты хотела, или потом как бы, ну такая ситуация тысяча, да, или, например, я сегодня ему что-то о наших планах, да, в Диснейленд, или там, ну, как бы, говорю ему, какие планы, да, он не слушает, да, 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 про финансы я сегодня ему говорила, сколько денег, куда я перечисляю, что я как бы, ну, финансовые дела, он мне говорит, ты можешь разговаривать, ты можешь просто хайлайты мне говорить, ну, хайлайты, да, обводи, да, вот, говори самое главное, не говори мне, что ты куда перевела, сколько процентов, куда и что, я ему сказала, чтобы он снял деньги, он говорит, просто скажи мне, сколько я должен снять деньги из банка, я сказала, хорошо, я вот тебе говорю, сколько надо снять денег с банка, потому что мне нужна наличка, а то я ему объясняю, что процентов, он говорит, ой, хорошо, сейчас я приду в банк и скажу, 9% туда, 15% сюда, я, да, я понимаю, что вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю, я ему говорю, зачем тебе это, зачем тебе такое говорить в банке, я тебе, я про это тебе говорю, это информация для тебя, потому что, я считаю, что финансовые дела, финансовые, ну, не махинации, хотел сказать, ну, махинации, или, ну, не махинации, я не знаю, а запуталась, но надо же это обговаривать, обсуждать, он мне все время затыкает рот, вот, и я понимаю, что ему просто неинтересно, да, или как бы, он не любит поддерживать разговор, он не любит, слишком много информации в его голову от меня, потому что он, его голова забита бизнесом, работой, я это все понимаю, но я считаю, что с мужем должно быть, о чем поговорить, я не могу сказать, что нам не о чем с ним разговаривать, но так скажем так, 70% из всего, что я говорю, из 100% 70%, что я говорю, ему просто, она просто неинтересна, он даже не слушает, я думаю, все мужчины такие, я думаю, вообще, я думаю, действительно, что мужчины, в принципе, нас не слышат, они делают вид, что они нас слушают, на самом деле, они нас не слушают, так что, я не знаю, на что я жалуюсь, но еще знаете, что он американец, может, из-за этого, у нас разная культура, хотя американцы, они очень общительные, он в этом плане не похож на американца, мне многие это говорили, он очень серьезный, ну, не знаю, не хочется казаться, что я так вот жалуюсь, жалуюсь, я не жалуюсь, просто это все выговариваю, потому что, когда ты выговариваешь проблему, ты ее слышишь, ты начинаешь ее понимать больше, я это, я не договариваю, я не чувствую себя еще комфортно все выкладывать и все рассказывать, все говорить, когда говоришь, начинаешь чувствовать эту или проблему, или что, очень важно это все обговаривать, я сейчас обговариваю в камеру, в пустоту, не то, что в пустоту, я загружу это видео, кто-то посмотрит, у меня есть постоятельные мои зрительницы, вот, хоть это не прямой эфир, но я все равно чувствую эту связь, то есть я не чувствую, что я говорю просто в камеру, да, в пустоту. Все равно нужно работать, сидеть дома, заниматься детьми, домохозяйством, целыми днями убираться, готовить, стирать, как бы менять памперсы, это такое неблагодарное дело, да, я понимаю, что дети маленькие, нужно смотреть, я не об этом, но нужно хотя бы на полдня чем другим заниматься, не домашними делами, женщина должна, у женщины должно быть свое хобби, женщина должна надевать красивые вещи, куда-то выходить, общаться с людьми, потому что многие ошибочно полагают, что сидеть дома, это такая лафа, на самом деле это самая тяжелая работа, это тяжелейшая работа, я понимаю, я не говорю о тех, у кого есть домработница, у кого есть няни, и которые, американки, да, могут ходить по спа-салонам и развлекаться, да, даже не то, что американские, очень многие наши тоже, заметьте, этим занимаются, но если вот это вот все домашнее хозяйство, весь этот быт, дети, готовка, стирка, уборка, все на тебе, ничего хорошего от этого нет, отсюда и выходит вот это вот выгорание, в последнее время это очень сильно чувствую, в общем, не знаю, что случилось, у меня телефон отключился, хотя зарядка была, я думаю, он перегрелся, потому что я не могла даже дотронуться до своего телефона, такой вот горячий, потому что он у меня в окне вот торчит, и жара сильная, вот прям солнце, и из-за этого, я думаю, телефон отключился, в общем, я поела свой такос, потом приехала сюда, в райдэй, купила себе вот такой тушь, это самая классная тушь, я пробовала разные туши, разные брендовые, ну, you name it, да, как говорится, все, что вы скажете, я это уже пользовалась, именно, 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 именные бренды, я все пользовалась, но вот самая лучшая, drugstore, вот drugstore, это, в смысле, имеется в виду, не брендовые, да, не high-end, обычный L'Oreal, ну, именно вот эта false fiber luscious, она шикарная, взяла себе это, потом, как это, ацетон, купила себе вот такие ногти на хэллоуин, то есть, чем мне они нравятся, не нужно намазывать гель, клей, да, он уже просто вот накладываете, и все, и тамо 30 штук, купила себе два с шоколадом, я в детстве любила баунти, почему-то в Америке баунти нет, я не вижу, может, его сейчас нигде нет, я не знаю, баунти тут нет, вместо баунти вот Almond Joy, ну, наподобие баунти, я надеюсь, он у меня уже не растаял, даже внутри, помните баунти, он тоже вот так шел, вот так, в шоколаде, он уже даже в руках начинает таять, вкусно, и большой орех внутри, вот так вот, поехали домой, ой, сзади у меня лойка, я почему-то с собой взяла, думала, с мамой в суши поедем, думала, к маме заеду, и волосы немножко уложу, не поехала, я не люблю, когда шоколад, уже начинает таять, я его не люблю, называется Jasmine на диете, ну, плевать на эту диету, у меня когда, не знаю, я уже не могу держать диету всякую, но держалась за свое время, пусть любит толстый теперь, не хочу, одна жизнь, одна, один раз живем, отказывать себе еще, к модели я не собираюсь уже, так что вот, поехали, мне нужно, приехала к дантисту, они почему-то закрыты, не знаю почему, мне нужно убрать зуб мудрости, сверху, снизу, или где он там у меня, да, снизу, сверху я уже убирала, вот снизу мне нужно, особенно вот этот убрать, с левой стороны, чистку зубов сделать, и я уверена, что мне нужно пломбы, я не знаю, но мне так кажется, потому что пломбы, они всегда нужны, как бы, я как бы, последний раз, до, до, беременности с мэйзи, я была у зубного, уже сколько, не до беременности, а до родов, я была беременна, где-то уже, больше года, за зубами надо смотреть, потому что зубы, это целое состояние в Америке, целое состояние, все так дорого, вот медицина, очень дорого, медицина, это просто, что, что, если мне скажут, какие минусы в Америке, боже мой, телефон упал, если мне скажут, какие минусы в Америке, я скажу, дорогущая медицина, дорогие страховки, очень дорогие, вот я, я же вам говорила, что я хотела сделать, тебе глаза, груди, не хотела, я и хочу, я и сделаю, вот в Ташкенте, какие цены, да, приятные, ой, там все можно сделать, там такой хороший врач, Джихангер, с Космеда, очень хороший врач, до туда еще долететь-то надо, понимаете, а все, что, если я это буду делать все в Америке, то это будет в 10 раз дороже, понятное дело, у него грузи сделать 3 тысячи, а у нас 10 тысяч, но грузи я еще могу сделать здесь, не хочу я в Ташкенте делать, но вот глаза, я хочу вот разрез сделать здесь, ну, чтобы складку вот так убрать, потом я бы сделала сюда нити, потому что говорят, нужно эти нити делать, пока еще молодая, пока еще возрастных этих нету, тогда вот держится дольше, а когда ты, у тебя уже здесь все дряхло, и уже делать, какого-то резона нету, понимаете, вот это надо делать до этого, в общем на сегодня все, мои хорошие, наболтались мы с вами, вроде бы, домой приехала, блудная мама вернулась домой, да, жара невыносимая, не очень, да, и хочется быть на улице, может, могла бы в океан поехать, но, если честно, даже лень, за рулем, чтобы быть, у него поспать, ладно, мои хорошие, завтра ждите, эта неделя будет интересная, завтра я сниму наш поход, смотреть, за вот этим нам, смотреть на самолеты, парад самолетов, во вторник у нас в Диснейленд, в субботу у нас Холливуд Болл, то есть это один из знаменитойших концертных залов, которые находятся прямо в горах, Голливуд Болл, туда пойдем на концерт, так что неделя обещает быть насыщенной, до новых встреч, мои хорошие, пока, 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 Продолжение следует...